Чернобыльская АЭС была грандиозной задумкой, а сегодня даже непосвященного человека передергивает от слова Чернобыль. Даже спустя десятки лет после катастрофы продолжается обнародование секретных архивов. Не иссякает желание докопаться до истины, а из голов миллионов никуда не деваются вопросы. Что тогда на самом деле произошло, и правда ли, что тех, кого наказали, невиновны? Таких вопросов до сих пор очень много, но желание добиться правды преодолеет всё. В этом видео я расскажу, как проходило расследование аварии на ЧАЭС, какие факты мы упустили, что говорили обвиняемым на судебных заседаниях и кто понёс ответственность за событие, которое покалечило тысячи человеческих жизней. Строительство Чернобыльской АЭС началось в 1970 году. На первый взгляд здесь было предусмотрено всё. Сама станция, 4 реактора, пруды-отстойники, система очистки воды, газовое хозяйство, многоуровневая система безопасности и даже своя дизель-генераторная электростанция. На стройку ЧАЭС ехали специалисты со всей страны. Для работников рядом со станцией возвели целый город. Конечно, советская пропаганда не говорила о проблемах, а только напоминала об ударных темпах труда, удобстве нового города и новых рабочих местах. Глядя на это детище прогресса, учёные пророчили мирному атому великие перспективы, вплоть до того, что в каждом доме будет стоять атомная электропечка, а выезжая на природу, люди будут брать в багажники маленькие атомные мангалы. Мирный атом в каждый дом, кажется, так это называлось. Но не все знают, что ещё до аварии в Чернобыле в мире произошёл 151 инцидент мирного атома, от лёгких разрушений до эвакуации населения. Но здесь всё ещё было радужно, и люди верили в светлое будущее. Серьёзные недостатки при строительстве чернобыльской АЭС стали выявляться ещё в 1973 году. Документы под грифом «Секретно» были опубликованы гораздо позже. В докладной записке из КГБ говорится, что на стенах фундамента блока «Г» обнаружены раковины. Строители недостаточно плотно клали бетон. Также в блоке «А» была установлена непрочная арматура. Были проблемы и с охраной территории, из-за чего кто-то постоянно воровал стройматериалы. В документе во всём винят главного инженера Лупова, мол, недостаточно контролирует процесс. Как и годом раньше, причиной недостатков является неудовлетворительная работа арматурного цеха. В подготовленные под бетонирование блоки часто устанавливаются армокаркасы из стали низких марок и с плохим качеством электросварки. В результате этого блоки под бетонирование сдавались только со второго и третьего раза. Но несмотря на все эти недостатки, которые были подробно описаны в КГБ, первый энергоблок подключили к энергосистеме в сентябре 1977 года. А последний, четвёртый, тот самый, где произошёл взрыв в 1984. Но первая авария на ЧАЭС произошла ещё в сентябре 1982 года. При пробном пуске первого энергоблока разрушился технологический канал реактора. Никто тогда не пострадал, но последствия ЧП ликвидировали почти три месяца. Был сильный выброс радиации, в итоге аварийный канал вывели из эксплуатации. В ХОС же в КГБ продолжили поступать документы с информацией об ошибках при строительстве станции. В 1978 году было указано, что второй энергоблок запустили, несмотря на грубейшие нарушения гидроизоляции блока ГЭА. Вот что говорилось в одной из записок. Имеет место факты, когда отдельные руководители сознательно идут на грубейшие нарушения технологических норм ведения строительства, думая только о том, как быстрее сдать объекты, не заботясь о будущем и возможных трагических последствиях. По сведениям, из начала 1984 года в 3-м и 4-м энергоблоках АЭС разрушались несущие и ограждающие конструкции помещений реактора. Интересно, что для предотвращения разрушений были приняты временные меры по усилению, но они и решали проблему. Прогноз был неутешительным, такие неполадки могли привести к серьезным авариям. В том же году появилась информация и о том, что реактор РБМК-1000, который применялся на ЧАЭС, недостаточно надежен. Но предупреждение касалось первого и второго энергоблоков. Про четвертый почему-то не говорилось, хотя на четвертом блоке был установлен такой же реактор. Будущее показало, что опасения не напрасны. Время шло и приближало атомную станцию к неизбежному краху. На 25 апреля 1986 года сотрудники ЧАЭС запланировали стандартную процедуру, решили остановить реактор для проведения регламентных работ. Для проведения нужно было снизить мощность, перекрыть подачу пара на турбину и использовать кинетическую энергию генератора переменного тока, чтобы проверить, сколько времени генератор будет вырабатывать электричество для насосов охлаждения реактора. Примерно к обеду мощность реактора опустилась до 30%, после этого отключили систему аварийного охлаждения. В 2 часа дня киевские электросети запретили снижать мощность и добро дали только к 11 вечера. Испытание на ЧАЭС началось уже ночью, 26 апреля. Подача воды сокращалась, реактор набирал мощность. В час 23 на пульте управления нажали кнопку аварийной остановки. Замедляющие стержни стали опускаться в активную зону, но внезапно реактор начал разгоняться. Что было дальше, помнят все. Спустя недели после трагедии стали появляться репортажи, как славно и ударно советская власть справляется с переселением жителей и ликвидацией последствий аварии. Но центральной темой был сенокоз. В июле, кстати, появился целый перечень запретов на публикацию определенных сведений. Например, нельзя было разглашать истинные причины аварии, информацию о выбросах в атмосферу, результатах замеров радиации, как и полностью рассказывать о том, что именно случилось и было повреждено. Что изменили эти запреты? Кажется, ничего, они только сели догадки, слухи и страшилки в массах, потому что замалчивание проблемы не решает ее. Например, все восторгались подвигом пожарных. Во всех источниках написано, что именно они приняли на себя первый удар аварии. Подвиг пожарных, конечно, оспаривать глупо. Но не все знают, что оперативный персонал станции, те самые, которым желали гореть в аду, совершили не меньший подвиг. В ночь с 25 на 26 апреля 86 в разрушенный реактор зал 4-го энергоблока с разными задачами входили все, кто находился в ту ночь на энергоблоке. Входили, работали, выполняли стоявшие перед ними задачи, выходили и возвращались. В общем, все делали свою работу. В принципе, в свободном доступе есть много воспоминаний тех, кто остался жив после той ночи, а не только художественные изыски других, на которые опирается общественное мнение. Выводы о правильности действий персонала в первые часы после аварии в них разные, иногда прямо противоположные. Но факт в том, что практически весь персонал энергоблока выполнял свои обязанности. Многие, даже после того, как на их место пришли другие, несмотря на тошноту, слабость и другие симптомы острой лучевой болезни, не только пожарные. Возможно, если Александр Акимов и Леонид Топтунов, те два человека, которые имели наибольшее представление о том, что происходило с реактором в последние минуты его работы, не остались бы на станции после окончания своей смены и в результате остались бы в живых, то и официальная версия причин аварии была бы иной. Начальник смены Александр Акимов умер от острой лучевой болезни 11 мая 1986 года. Акимов, кстати, по воспоминаниям людей, общавшихся с ним в эти 18 дней, считал виноватым случившимся себя. В том числе и на этом его мнение, которое он высказывал также и работникам следствия, базировалась официальная версия. То, что он не мог объяснить, что же конкретно он сделал неправильно, списали на его состояние вследствие острой лучевой болезни. Старший инженер управления реактором, непосредственно управляющим реактором в момент аварии, Леонид Топтунов, умер от острой лучевой болезни в 6-й московской клинической больнице 14 мая 1986 года. Их семьям пришло уведомление из прокуратуры Советского Союза. Уколобное преследование прекращено на основании статьи, то есть в связи со смертью. Суд по делу об аварии на Чернобыльской АЭС начался 7 июля 1987 года и продлился до конца месяца. Заседания проходили в Доме культуры города Чернобыля. Они были открытыми. Все равно въезд в эту зону разрешался только по пропускам. Обвиняемым по делу стали Виктор Брюханов, директор ЧАЭС, Николай Фомин, главный инженер, Анатолий Дятлов, заместитель главного инженера, Александр Коваленко, начальник реакторного цеха номер 2, Юрий Лаушкин, инспектор ГАЭН и Борис Рогожкин, начальник смены. Кроме обвиняемых по делу проходили 40 свидетелей, 9 потерпевших и 2 пострадавших. В начале заседания прокурор Шадрин зачитал обвинения. Все шестеро работников ЧАЭС проходили по части 2 статьи 220 УК УСССР, нарушение требований правил техники безопасности на взрывоопасных предприятиях, что повлекло за собой человеческие жертвы и другие тяжелые последствия. Кроме того, были предъявлены обвинения по статьям 165 и 167 за злоупотребление служебным положением и безответственность при исполнении своих служебных обязанностей. Обвинение зачитывалось 2 часа. Директор ЧАЭС и другие подсудимые обвинялись в том, что, пренебрегаясь своими служебными обязанностями, они допустили проведение на электростанции недоработанного с научной и технической стороны эксперимента, который привел к катастрофе. В результате был уничтожен четвертый энергоблок, заражена радиоактивными осадками окружающей среды в районе электростанции. Стала необходима эвакуация 116 тысяч человек, в том числе жителей двух городов – Чернобыль и Припяти. Погибло 30 человек, в том числе двое в момент аварии, а несколько сот других в результате облучения получили различные степени лучевой болезни. Так звучало обвинение по делу. Также в суде было отмечено, что после аварии обвиняемые не предприняли в должное время действий для ограничения ее последствий для работников ЧАЭС и жителей ближайших районов. Например, не организовались спасательные операции. Предпринимались попытки фальсифицировать информацию об истинной опасности происшедшего. Например, директор Брюханов передавал утром 26 апреля своему и партийному руководству, что на территории электростанции вокруг нее радиационный фон составляет 3 рентген в час, в то время как он уже был извещен начальником штаба гражданской обороны о том, что радиационный фон на некоторых участках составлял уже 200 рентген в час. По обвинении отмечалось и то, что на ЧАЭС и раньше происходили аварии, но их чаще всего не анализировали и даже не регистрировали. Анатолий Дятлов, заместитель главного инженера станции по эксплуатации и который считался одним из ведущих инженеров-ядерщиков Советского Союза, человек, руководивший испытаниями по выбегу турбин, был выписан из 6-й московской клинической больницы 4 ноября 1986 года на амбулаторное лечение. Дятлов получил дозу, превышающую саму дозу, которая считалась смертельной. 4 декабря 1986 года был арестован и помещен следственный изолятор. В июле 1987 признан виновным в нарушении правил эксплуатации реактора и приговорен к 10 годам лишения свободы. Был освобожден досрочно 27 сентября 1990 года в связи с заболеванием после обращения академика Сахарова в адрес Михаила Горбачева. Наверное, ему повезло, что его успели освободить еще во время существования советской власти. К этому моменту уже 8 месяцев работала комиссия Госпроматомнадзора. Ее доклад, опубликованный в начале 1991 года, на который я неоднократно ссылался по ходу этого видео, стал первым официальным документом, поставивших под сомнение официальную версию о безоговорочной вине операционного персонала. Согласно приговору, Фомин, Дятлов и Коваленко не оговорили в программе испытания остановку реактора в момент начала испытаний, что дало возможность оперативному персоналу вывести из работы аварийную защиту АЗ-5 по остановке двух турбин. Они не увязали между собой тепловую мощность реактора и электрическую мощность генератора, не регламентировали отвод из контура излишнего пара, не предусмотрели должных мер автоматической или ручной компенсации быстрых изменений реактивности в условиях эксперимента. Спустя 2 года вышел еще доклад INSAC-7, основанный на указанном докладе, а также на докладе рабочей группы экспертов под председательством Академика Велихова. Кому интересно, можете почитать эти доклады самостоятельно. Все три доклада в одном файле. Любой желающий может скачать с сайта МАГАТЭ по ссылке в описании. Общий вывод этих докладов такой. Персонал не совершал нарушений и не был осведомлен о конструктивных особенностях реактора. Однако виноват все равно персонал, обладавший низкой культурой безопасности. Ну в общем-то без комментариев. Персонал не совершил ни одного нарушения действовавших в тот момент нормативно-регламентирующих документов. Впоследствии внесли изменения, сделав многое из тех ошибочных действий прямыми запретами. Действия эти действительно были ошибочными, но назвать их правильными, имея сейчас представление процессов, приведших к аварии, глупо. И говорит, что персонал нарушил правила, которых на тот момент не существовало. Помимо Дятлова были признаны виновными и приговорены к 10 годам главный инженер станции Николай Фомин и директор Виктор Брюханов. По сути суд назначил главных виновников. Разумеется, виновными были признаны все, но максимальный срок получили трое. Бориса Рогожкина осудили за то, что ему посчастливилось в ту ночь быть начальником смены всей станции, хотя никакого отношения ни к испытанию по выбегу турбины, ни к отключениям защитных систем на 4-м энергоблоке он не имел. И все равно приговор 5 лет. Александра Коваленко приговорили за то, что он был на станции главным по реакторам, а взорвался реактор официально за то, что он подписал программу испытаний. Ему дали 3 года. Юрия Лаушкина за то, что, цитирую, «не осуществлял должный контроль за выполнением установленных норм и правил безопасности эксплуатации потенциально взрывоопасных ядерных энергетических установок». Ему дали 2 года. Исходя из того, что я сейчас нашел, пожалуй, только Фомина можно в чем-то обвинить. Он проигнорировал доклад Дятлова о том, что реактор полностью разрушен. Непосредственно после аварии Дятлов дал указание подавать в реактор воду, но поняв, что реактор разрушен, это указание отменил. По причине бесполезности и опасности. В реактор вода все равно не попадала, но при этом растеклась по территории станции, разнося с собой радиоактивную грязь. Фомин после того, как Дятлова увезли на скорой, распорядился возобновить подачу воды. Фомин же направил человека осмотреть блок, в том числе и залезть на крышу. Эта операция стоила жизни Анатолию Ситникову. И несмотря на это, Фомин вроде как передал в Москву, что реактор цел. Если это действительно так, то его действия вызывают вопросы. Собственно, информации о том, что Фомин докладывал о разрушении реактора, нигде нет. Все источники в один голос говорят, что доклады были о том, что реактор цел. Но как-то это больно подозрительно выглядит. Руководителю как минимум два человека сообщают, что реактор разрушен. Предположительно, о том же сообщил Фомину и Александр Акимов. Но он все равно сообщает наверх, что реактор цел. Не знаю, но как-то слишком неправдоподобно. Хотя повторюсь, никаких подтверждений того, что Фомин доложил о разрушении реактора, нет. Заместитель главного инженера Анатолий Дятлов был ответственным за эксперимент, который проводился в ту трагическую ночь на станции. В суде Дятлов рассказал, что к программе испытаний были подготовлены все люди и приборы вовремя и в срок. Ему вменялось, что эксперимент проводился в спешке с совмещением работ и в ночное время. На что он сказал, что никакой спешки не было, так же как и совмещений. Также он рассказал, что очень подробно изучал программу испытаний и не раз обсуждал ее с подчиненными. Но в суде он все-таки признал несколько нарушений. Например, что по двум или трем главным циркуляционным насосам расход воды был больше нормы. Наконец, Брюханову вменялось, что именно он воспрепятствовал вступлению в силу плана гражданской обороны и эвакуации населения, скрыв информацию о реальной дозиметрической обстановке. Опять же, сам Брюханов в своих интервью после выхода на свободу рассказывал, что запрет на эвакуацию населения поступил из Москвы. Точнее, не запрет, а указание. Создана правительственная комиссия. До ее прибытия на место никаких мер не предпринимать. Лично я не знаю, кому верить. Могло быть и так, и так. Но учитывая отечественную страсть к назначению козлов отпущения и главное обвинение в адрес властей о несвоевременном начале эвакуации, я скорее склоняюсь к версии Брюханова, чем к версии обвинения. Брюханова освободили досрочно через год после Дятлова в сентябре 1991 года, когда уже был опубликован доклад комиссии Госпроматомнадзора, в котором, хотя вина с персонала не была снята, было четко указано, что нарушений, за которые суд признал их виновными, не было. Фомин был освобожден еще раньше, в 1988, в связи с потерей рассудка. И да, приговор был окончательным, обжалованию не подлежал. Вынесло его коллегии Верховного суда СССР, страны которой больше не существует. В связи с этим, несмотря ни на что, решение суда остается окончательным, утвердившим официальную версию о вине персонала. И несмотря на все эти доклады и отчеты, на которые я ссылался, вопрос о реабилитации признанных виновными людей, насколько мне известно, даже не поднимался. Ни в России, ни в Украине. И еще о суде. Точнее не о суде, а о том, что якобы специалисты, работавшие на атомных электростанциях, знали все особенности. Вот цитата обвинительного заключения. Так, свидетели Крята Николай Карпан показали, что за время их работы на реакторах РБМК-1000 Чернобыльской АЭС они, как специалисты по ядерной безопасности, ни разу не наблюдали каких-либо отклонений в работе реакторов и защиты АЗ-5. Я не знаю, у кого как, но мне официальная версия представляется классическим назначением козлов отпущения, и не более того. На этом все. Подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии к этому видео. Редактор субтитров А.Семкин